Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это небольшой влог новостей касаемо игры War of the Worlds. Всем приятного просмотра! Ну, во-первых, хочется поблагодарить всех наших спонсоров на канале за вашу финансовую поддержку в развитии канала. Спасибо, друзья! Ну что же, приступаем! Скорее всего, то, что вы услышите в этом девлоге, вас крайне очень даже разочарует. Мы все знаем и ждали выхода данной игры в Steam. Сначала в марте, потом разработчики сказали, что они выпустят игру ранее заявленного времени, то есть даже где-то в середине января. Но давайте оттолкнемся от некоторой информации, которая мне пока известна. То есть, игра задержится, скорее всего, даже на несколько месяцев дольше. А связано это с тем, что разработчик неожиданно захотел перейти на новый движок Unreal Engine. Конечно, с одной стороны, это затянет нам пояса на ожидания, но с другой стороны, как заявляет разработчик, то, что он видит сейчас и видит люди, которые с помощью спонсорки на Patreon состоят на тестах данной игрушки, они видят, что в игре очень плохая оптимизация. Господи, слово «оптимизация», как она мне знакома. Поэтому сам разработчик утверждает нам, что, перейдя на новый движок, игра будет выглядеть намного лучше и оптимизированней, если сейчас они ее зальют в таком виде, какая она есть. Да, конечно, я не знаю, как вы, но лично я смотрел стримы разработчиков и видел некоторые фризы, тормоза и прочее. И меня это очень пугало. Новая графика, новые возможности в игре, все это будет, как утверждает разработчик, превзнесено с переходом на Unreal Engine. В общем, не знаю, блин, надо будет смотреть, надо будет ждать. Да, конечно, нам придется очень долго ждать. Я надеюсь, что это не займет хотя бы более, я не знаю, сколько там происходит этот перенос с одного игрового движка на другой игры. Ну, давайте, ладно, примерно возьму два месяца. А кто-то утверждает, что это растянется еще даже более пяти месяцев. Блин, я не знаю, я и так в ожидании данной игрушки уже нахожусь год. А кто-то следит за ней уже в течение двух лет с первого анонса, представляете? В общем, как бы это печально не звучало, но перенос игры откладывается на неопределенное время. Короче, следите за каналом. Если что, как будет новая информация, я сразу же для вас выпущу очередной влог новостей, касаемо War of the Worlds. Жалко, что да, в связи с некоторыми ситуациями в мире, так скажем, я, к сожалению, не могу стать патреоном, на что я надеялся ровно год назад. Но, к сожалению, я им не стал. Так было бы больше какой-нибудь для вас информации. Давайте немного о хорошем. Разработчики в официальном Дискорде нам показали скриншоты с новыми треножниками, которых они, возможно, внесут в игру, если все-таки они не смогут договориться с Paramount Pictures на владение анимацией и видов тех треножников, которых были показаны в фильме «Война миров». Но от себя скажу, что даже такие треножники выглядят очень круто. Что еще можно сказать? Это то, что в будущем в игре... Помните, я в каких-то влогах новостей рассказывал вам об NPC. Так вот, NPC будут еще немного искусственно увеличены. То есть в игре у вас появится возможность различных диалогов с ботами. Да, и как по мне, это даже очень круто. И, кстати, как утверждает разработчик, что много интересной информации можно будет получить из данных разговоров. В общем, да, возможно, девлог такой, знаете, достаточно плачевный. И нам теперь еще придется ждать неопределенное количество времени. Но если хочешь узнать что-то больше и узнавать в первую очередь, обязательно подпишись на наш канал, ставь палец вверх и жми колокольчик. Всем пока, до новых встреч.